Музыка Во дворе дома по улице Маршала Крылова, 15, были произведены замены труб, сиртеплосеть заменила, и вот они уже определили к асфальтированию участки, где были раскопаны и уложены трубы. Вот, и все замечательно, как бы, да? Вот, и вот, пока мусор не вывезли, но вот оно лежит сложено аккуратненько во дворе. Вот, а теперь, добрый день. Да, теперь идем дальше, и здесь вот, как бы, все понятно, все хорошо, но сейчас вот машина отъедет, и покажу интересный момент. А здесь полгода назад примерно, тоже, когда вода пошла, в общем-то, непосредственно под дом, по Маршала Крылова, 15, вот, через магистральный короб, магистральный короб труб сети, вот. А, ну, здесь было раскопано, вызвали водоканал, вот, водоканал выкопал яму, проверил, сказал, что... откачал воду, сказал, что нет, это не наша проблема, наша труба целая, все хорошо, вот. Но, тем не менее, по условиям выполнения работ, приехал в эскаватор, все заровнял, засыпал все непосредственно щебеночкой, вот, и все. Дальше говорит, решайте сами, это не наша проблема, вот. И, естественно, асфальт там, асфальт не был заделан, вот. Ну, позже уже жители дома из кусков заложили этот асфальт, вот, вот что получилось. Вот, ну, на сегодняшний день, при моем обращении в Севтеплосеть, они сказали, что этого кусочка у нас нету в проекте, вот, это типа рыв водоканал. Вот, а водоканал говорит, нет, это, ребята, не наша была утечка, это ваша была утечка, поэтому вы решаете. Ну, вот, пока водоканал с Севтеплосетью будет это решать, сегодня я звонил и водоканал, и в Севтеплосеть, и пока они не знают, кто из них будет заделывать эту, так сказать, на этой площадке заделывать эти дыры. Вот, ну, очень хочется надеяться, что кто-то заделывает эти дыры, может быть, кто-то увидит это видео, вот, хотя, честно говоря, ну, жаль, конечно, что так происходит, вот, возможно, и деньги на это есть, и это безобразие. Когда это решится, этот вопрос, пока неизвестно. Ну, вот, есть еще одна проблема. Вот, идем к дому, и вот, смотрим, вот. А что это за кабель? А, это кабель под водкой электричества к данному дому, вот, уже где-то с годик прошел. Вот, идем к этому домику, вот, и смотрим, что же это такое. Ну, и вот, смотрим, значит, кабель заведен, не, заасфальтировано, хотя уже прошло больше полугода, если не больше, вот. А обратка, вернее, подача электроэнергии осуществляется вот по такому воздушному кабелю. Почему это не делается, тоже непонятно. Либо нет денег, либо еще какая-то другая причина. Вот, но являясь жителем этого дома, я хочу сказать, что, когда где-то в каком-то месте произошел, видимо, копали какой-то кабель, вот, произошел замыкание короткое, то взрыв вот в этом вот щитке был такой, что как будто взорвалась бомба, блин. Вот, и, естественно, у некоторых людей и накрылись и телевизоры, и холодильники, и стиральные машинки, но все попытки там что-то сказать, они говорят, да не, не, это другая проблема, у вас старый кабель, это не из-за этого связано. Но я знаю точно, пообщавшись со многими, я знаю точно, что сегодня в наш город приехали очень много строителей, которые вот занимаются, и канавы роются, и там, и там, и сям, и среди них очень много, ну, будем так говорить, чтобы не обидеться, замшуты и ровшаны, которые рвут эти кабеля, естественно, никто на это внимание не обращает, а это вот все-таки таким вот боком выходит нашим жителям. А так же, посмотрите, как заделан, просто взяли, залепили вот железным листком, ну, и все, все нормально, все хорошо. Временно, ну, зато есть электричество, зато неплохо, вот. А то, что нужно это сделать капитально, и то, что нужно это сделать своевременно, это уже никого не интересует. Так что, вот такая проблема.